Абмиридэнди Доброе утро дорогие телезрители в эфире передача Мир Дэнди Вы думаете что сегодня будет что-то особенное? Но это только в том случае если вы смотрите нашу передачу во вторник Ибо во вторник 23 февраля А если они смотрят воскресенье? То сегодня не 23 февраля, логично? Конечно И мы хотим поздравить всех настоящих мужчин с этим праздником и сделать им небольшой подарок Последнюю запись передачи Мир Дэнди Сынуля, расскажите сказочку про зеленого бычка Да Ну слушай Жили были дед с бабушкой И был у них Был у них богатство, сокровища, но они были голодные и бычка съели Ну как, сынок, понравилось как-то? Папа! Папа! Про что дедушка рассказывает? А, внучок! Что тоже рассказывает Сканочку, да? Нет, нет, я лучше поиграю в ругарике Наверное, кто-то уже подумал, что сейчас речь пойдет об охужетих детках второй части Не тут-то было, вторая часть еще не вышла А вот о первой части еще можно побазарить, примерно до выхода второй Так вот, встречаются как-то Чаки и Томми Томми говорит Чаки, ну как памперсы? Плохо, шестой месяц уже ношу, а толку никакого Только вот разбухли немного Ну а дело-то, в общем, и не в этом Ведь сама игра сто раз интереснее, чем этот анекдот Сделана она полностью по мультсериалу Даже уровни сделаны по серии мультфильма Даже заставка такая же, как начало мультфильма И также музыка в точности такая же Как в мультфильме Так что фанаты деток разочарованными не останутся Тем более поуправлять есть возможность любыми из героев Будь то Анжелика, Томми, Чаки, Фил, Лил или даже Спайки А уровней в игре настолько много, что проходить игру будет не так-то просто и быстро, но зато вкусно После прохождения игры откроется пара секретных уровней А также в конце можно будет поуправлять динозавром И просто разрушить целый город Это вместо заставки Говоря о разнообразии всех уровней, можно сказать, что тусоваться вы будете не только дома, но и в магазине В летающей тарелке, цирке, поиграйте в гольф и так далее Игра получилась и получилась полностью Как жалко, что таких игр так мало В эфире хит-парад Мира Дэнди И на этот раз он будет посвящен моему любимому жанру Нет, это не RPG И это даже не 3D-экшн Это всеми любимые гонки на 32-битной приставочке Sony PlayStation Пятое место Любимая игра всех европейцев Формула 1-98 Реально существующие трассы, команды, валиды и реалистичная 3D-графика Четвертое место C3 Racing Ощущение скорости Главный плюс этой игры Третье место Test Drive 2 Гонки по бездорожью на самых известных джипах Land Rover, Hammer, Military, Wrangler и так далее Второе место Не нуждающийся в представлении Gran Turismo И первое место Гонка с революционной графикой Regisser R4 Город Город Ой, вы что-то нас так странно смотрите, вам не каклется? Вы думали, мы вам опять пролаживую версию Abysax Exodus будем рассказывать? Отнюдь. Сейчас вы узнаете о независающей, незаподвисающей версии этой игры. Проверено профессионалами. Наконец-то появилась полная версия Apes X Office. Сколько раз нас бесчестно обманывали пираты, стараясь нагрести побольше денег и выпустить как можно больше лажевых версий. То подсунул какой-то один диск, то игру на двух дисках, но зависающую на втором. Уже и не хотелось верить, что выйдет нормальная версия. Но, как ни странно, она вышла. И сейчас тусуется на прилавках нашего любимого магазина Rollsport. Честно говоря, первый диск Apes X Office я без особых усилий прошел буквально за два часа. Но это благодаря тому, что я прошел Apes DC. А новички, я думаю, будут долго сидеть и за первым диском. Ну а второй я так до сих пор и не прошел, потому что он настолько сложный, и можно сказать, именно на нем и раскрывается весь Apes X Office. Я даже считаю, что первый диск это скорее разминочный или тренировочный. Говоря же о самой игре, можно отметить, что у Apes появилось много новых возможностей. Селяться теперь можно практически во всех, кроме незначительных жучков и червячков. Кстати, одни из ваших новых противников. Но вот, слопать вас они не прочь, а им это особого труда не составит. Просто постойте возле них секунд, это, вернее, пара долей секунд. И результат на желудок этих самых червячков. Игра полна заставок, своеобразной графикой. А сами они настолько увлекательные, что в игру стоит поиграть даже ради этих самых заставок. Ну и сам процесс игры дает о себе знать. То есть, играя в Apes X Office, вы забываете про заставки. Короче, по моему мнению, Apes X Office просто супер игра, и вряд ли что-то сравнится с ней. А главный герой внушал, будет нужать самые горячие симпатии к себе. Ведь он такой трогательный. А сейчас будет рубрика новинки игрового мира. Где вы узнаете о двух играх, которые выйдут совсем скоро. Совсем скоро? Ну да, почти через пару месяцев. Ну так если они выйдут через пару месяцев, так может быть подождать их появление, я думаю. То есть, ты советуешь вообще о них не рассказывать? Не, не рассказывать. Не стоит, да? Да, я думаю, не стоит. Да, я не буду рассказывать. Warzone 2100. Что-то типа Wargames Deathcom 1. Но, по-видимому, намного круче. По жанру, патрископаемая Tedros будет представлять стратегию экшен, а управление типа Dark Omen. Если все будет именно так, как нам обещают, то ждет настоящий стратегический хит. А пока подождем лето. Вторая игра Guardians Crusade. RPG, типа Final Fantasy. Качественная 3D-графика плюс закрученный сюжет. Кроме этого, 50 видов оружия, 71 магия, 50 магических предметов, свыше 250 противников и за десяток положительных героев. Если вы фанат настоящий RPG, то вам придется подождать совсем чуть-чуть. Всего до марта. Так что через полмесяца начинайте наводить справки. А сейчас настало время подвести итоги нашей прошлой двухнедельной музыкальной викторины. К нам пришло более 25. Композицию мы долго выбирали, слушали, смотрели. И, наконец-то, выбрали. Самую классную. Самую цельную. Самую веселую. Самую удачную. Композицию. Сделай ее Гусев Сергей. Сережа, мы тебя поздравляем. И предлагаем тебе причин 21-го роля, то есть в это воскресенье, в магазин Rollsport. Где ты получишь... ВВ... МВК! Каждое воскресенье на телеканале в пример развлекательная и познавательная программа Мир Дэнди. В ней есть все, что нужно настоящему игроку. Самые свежие компьютерные новости, всевозможные конкурсы и викторины, куча полезных секретов, ну и, конечно же, сами игры. Если вы заедлый компьютерный фанат или хотя бы увлекаетесь этим делом, то, безусловно, эта передача для вас. Итак, каждое воскресенье в 10.30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим Мир Дэнди. А сейчас вы услышите продолжение рассказа о городе с очень мирным названием Silent Hill. Что с тобой, а? Ты что, в Silent Hill переиграл, что ли, а? Да. Нервишки уже не те. А еще говорят, что много ужаса смотреть полезно. Ну, надо играть в такие игры в меру. Как я, например. Вот, смотри, я играю немножко и ничего не боюсь. Да. Пу. Да, первое впечатление об игре не казалось обманчивым. Такого еще не было. После многих часов, проведенных за джойстиком, играть становится не так уж и страшно. Не то, чтобы напряженных мест в игре стало меньше. Просто немного привыкаешь. Ведь человек имеет привычку адаптироваться к окружающим условиям. Но, честно говоря, ко всему привыкнуть просто невозможно. Ведь никогда не знаешь, с какой стороны напоет фраг, что будет в следующей комнате. И иногда даже боишься завернуть за угол из-за насящихся оттуда звуков. О музыкальном сопровождении вообще отдельная история. Мастерски подобранные саундтреки могут нагнетать напряжение или, наоборот, позволять расслабиться после очередного нервного срыва. И уже по музыке можно определить, что же произойдет в ближайшее время. Хотя иногда этому не стоит верить. В самом начале игры вы сможете выбрать уровень сложности. И если на изи всего в изобилии, то уже на нормале ощущается явная нехватка аптечек и патронов. О харде я лучше промолчу. Любимым оружием здесь стал он подручные средства ближайшего действия. Такие как нож и ломик. В принципе, вам решить, что выбрать. Но я бы лучше посоветовал выбирать по своим возможностям. Чтобы где-то к середине игры не оказаться без аптечки в кармане перед толпой монстров. Если в начале игры я скептически оценивал ее протяженность, то теперь, пройдя все дальше и дальше, попадая в другие районы города, я засунул свою скептику кое-куда подальше и понял, сюрпризы только начинаются. Ведь мурашки еще не превратились у вас в ударе. Вы еще не путаете реальность с игрой. У вас еще нет седых волос? Нет? Великолепно. Ну и хорошо, что пока нет. Итак, берите ломик в руку, валерьянку в зубы и загружайте Silent Hill. Только в магазине Rollsport настоящие спортивные очки Uwex. Фирменный дизайн и безупречное качество. Очки Uwex полностью защищают глаза от ультрафиолета. Не бьются и не царапаются. Абсолютно антистатичны. А некоторые модели способны превратить пасмурный день в солнечный. Очки Uwex не искажают реальности. Они делают реальность лучше. Фирменные очки Uwex в магазине Rollsport. А теперь традиционная рубрика... Хил! Верно! И сегодня секреты будут для игры Эйб Эксодус. Секретный уровень. Найдите его на первом экране. Перепрыгнуть через уровень. Зажмите R1 и нажмите 00XX квадрат квадрат. Ну, как это всегда бывает, наша передача подошла только к концу. Артур, да ты не расстраивайся. Настоящие мужики не должны расстраиваться. Ты чё, а? Ты чё здесь наезды клеишь, а? Ты чё? Ты туда пачку наехал? Стоп, стоп. Если вы хотите посмотреть прощение нашей передачи, то перемотайте на прошлую передачку и посмотрите его. Ну, ты чё, а? Я 15 лет низкий брю... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин